А еще утром старт работы депутатов Мажелиса парламента седьмого созыва дал президент Касым Жумар-Токаев. Глава государства выступил на совместном заседании палат, поставил перед народными избранниками новые задачи и предложил изменения в избирательном процессе. Так в бюллетенях на выборах всех уровней теперь может появиться графа против всех. Обновленный состав Мажелиса на первом заседании поприветствовал президент Касым Жумар-Токаев и сразу же обозначил задачи. В первую очередь предстоит провести реформу судебной системы, которой все еще много претензий. Продолжится и работа с пенсионными накоплениями. Помимо частичного изъятия предлагается дать казахстанцам возможность управлять своими активами в ЕНПФ самостоятельно. По словам главы государства, молодежь составляет почти половину всего населения Казахстана, поэтому необходимо инвестировать в их образование и здоровье. Мажелисменам предстоит разработать закон о бомбудсмене. Токаев также предложил снизить для партии порог прохождения в парламент и ввести в бюллетенях графу против всех. «Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажелис с 7 до 5 процентов. Настало время принять такое решение, так как названная норма побудет официально зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах». После напутствия президента клятву народу принесли депутаты, которые заняли эти кресла впервые. А это около 70% из 107. Новички волновались. После церемонии все мажелисмены, включая вновь образованную парламентскую оппозицию, которую составили Народная партия и Ахжол, единогласно проголосовали за то, чтобы председателем Мажелиса вновь стал Нурлан Нигматуллин. «Конечно, можно было бы для проформы выдвинуть и другого кандидата, но, будучи прагматикой, мы понимаем, что конкуренция с таким лидером парламентского большинства была бы простой формальностью. Имея за плечами многолетний опыт межпартийного сотрудничества, отмечая профессионализм, ответственность и организаторский талант кандидата, фракция Ахжол поддерживает предложение». По новым правилам депутаты парламентской оппозиции должны возглавить хотя бы один из семи постоянных комитетов Мажелиса. По обоюдному согласию партии таковых стало два. Кандидатуру руководителей предложил сам спикер палаты, представитель партии большинства Нурлан Нигматуллин. Его полностью поддержали коллеги. Так, комитет по аграрным вопросам возглавил Ахжоловец Ерланд Барлыбаев, а комитет по вопросам экологии и природопользованию – член Народной партии Казахстана Александр Милютин. Экс-председатель Сената Дариган Азарбаева вошла в Комитет по экономической реформе и региональному развитию. А вице-спикерами стали Павел Казанцев и Балаим Кисибаева. Нажмите на колокольчик «Информбюрон», когда нужна честная информация.